Ниже пароходных пристаней и товарных лабазов на берегу стояла часовня бордового цвета с огромным позолоченным крестом, блестевшим на солнце, и иконой Николая Угодника. Там была стоянка транзитных буксиров, которые шли вместе с груженными баржами от Астрахани до Нижнего Новгорода. Люди на лодках подплывали к берегу и шли с кошелками за продуктами в лавке. Меж крутых бережков Волга-речка течет, а по ней по волнам легкая лодка плывет. Над низкими деревянными лавками мясными и бокалейными возвышалась огромная трехэтажная белокаменная гостиница братьев Барсуковых. Там находилась сезонная биржа пароходовладельцев местных и золотовских из-под Саратова. Всю навигацию с весны до поздней осени гостиница шумела многолюдием. На большой террасе с видом на Волгу, за столами покрытыми белыми скатертями, сидели пароходовладельцы. Хозяева пароходов, деревянных посудин, предназначенных для перевозки камня, извести и других материалов. Там заключались сделки на продажу пароходов и небольших барж. И там же эти сделки щедро обмывались. А вот через квартал на углу Спанской располагался ресторан и номера для приезжающих Андреева. Цены за номера были самые дешевые по сравнению с другими гостиницами. Вот только жить в этих номерах было почти невозможно из-за обилия колопов. Уже на вторые сутки жильцы, сэкономившие было на номерах, перебирались в другую гостиницу. Меблированные комнаты Семенова «Уют», располагавшиеся неподалеку. А вот зато ресторан Андреева имел в городе огромную популярность. Там выступал большой мужской хор под руководством хормейстера, известного по всей Волге. Фамилия этого хормейстера была Травькин. Небольшой, коренастый, с длинными льняными вьющимися волосами и голубоглазый. Он был похож на сказочного Ивана Царевича. Хор пел только в летнее время. А на зиму он переходил в ресторан Летягина на углу Озаводской и Саратовской улиц. Прохожие невольно останавливались под окнами ресторана, слушая волнующие душу песни. Облюститель порядка в белых перчатках издалее помахивал им рукой. Дескать, что там столпились? Не останавливайтесь! В ресторане Андреева собиралась самая разная публика. Тут были и лавочники, и мастеровые, и служащие, любители выпить, вкусно закусить, встретиться с приятелями, поговорить про то и про это, с умилением послушать волжские народные песни и посмотреть на обаятельного хормейстера. Песня за песней, птицами, вылетали из распахнутых окон и уносились в широкий волжский простор. Звучали они слаженно и задушевно, всегда слушал и слушал. В конце пароходных пристаней до самого Струковского сада была стоянка прогулочных лодок, сдаваемых на прокат. А вот дальше на берегу лежали огромные штабеля мешков с мукой. Грузчики под присмотром приказчиков грузили эти мешки на баржа. Здесь на песке лежали и сидели те, кому так не удалось получить работу. А вот там на взгорье шумели топоры, деревянные молоты, скрипели груженные кирпичом телеги. Там строилось длинное большое здание. На бугре около стройки стояли двое. Купец первой гильдии, Коттарт, Бенке и его приказчик. Последний, низко склонив стриженую в кружок голову, почтительно слушал хозяина. А хозяин между тем самодовольно произносил. Я тот, кого давно ждала Россия. Я строю завод. Я дам хлеб этим мужикам. Они будут приходить к Бенке и просить работы. Я дам им эту работу. Подрядчик, слушавший купца, заискивающе улыбался. А Бенке, гордо выпрямив голову и выптив вперед грудь, продолжал. Купцы, владеющие мельницами, тоже будут приходить к Бенке на поклон. Я организую ремонт мельничных машин и вообще всего. Он вытер лицо кружевным платком и продолжал. Волга, это дорога, по которой пройдет моя слава. А подрядчик еще раз заискивающе улыбнулся и произнес. Мы рады стараться, господин Бенке. Заводик ваш сдадим к сроку. С утра до ночи набережная кишела людским сбродом, похожая на развороченный муравейник. В обжорных рядах надрывались краснолицые, толстые и горластые торговки. В калачных рядах и за трактирными стойками важно стояли кузатые, причесах, хозяйнички, стриженные под горшок, с широкими, как лопата, бородами, апостолы и царьки веселых кварталов. С кабаками, обжорками, трактирами, домами терпимости и известным на всю Волгу придоном Парашино. Эти кварталы шумели и стонали, и в них находили себе пристанище, придавленные жизнью бродяги самого разного возраста и рода племени. В 1874 году отцы города выпили немало вина по поводу открытия украшения Вольной Самары ремонтно-механических мастерских купца первой гильдии Готкарда Бенке. Они лобызали заводчика, а сами думали, как бы обойти удачника и прибрать его мастерские к своим рукам. Между тем, вольный люд потянулся на бугор. Мастера, бормоча по-русски или по-немецки ругательства, осматривали мужиков, заставляли их приседать, щупали руки и ноги, смотрели в рот, а затем отправляли отсмотренных за ворота или назад, на берег. А вскоре заработали и мастерские, и дни потянулись один за другим, похожие, как две капли воды. Мастеровые видели Волгу лишь в большие праздники, когда хозяин выдавал им рублю. Тогда пьяные, они лежали здесь, на бугре или на берегу, вытянув свои худые тела. А сам Бенке ходил, становясь все более и более мрачным. Купцы не хотели ремонтировать мельничные машины или ремонтировали их в долг, стремясь обойтись домашними средствами. Мастерские Бенке терпели убыток. Их владелец бросался то туда, то сюда за помощью к местным богачам, но те не давали ему денег в долг. С каждым днем все больше и больше рабочих получали расчет. И в 1881 году Бенке вынужден был продать свое хозяйство самарским купцам, которые организовали здесь товарищество земледельческого завода. В 1885 году новые владельцы открыли здесь модельный и литейный цеха. Но дело не пошло и на этот раз. И вскоре самарские заводчики решили выпускать пароходы легкого типа и построили корпус котельного цеха. А еще через несколько лет завод перешел в руки купца Журавлева. Вот уж я развернусь, вот уж попирую, думал Журавлев. Но заказов на пароходы не было. Еще чего, будем мы на пароходы деньги кидать, думали волжские хозяева. Нам и барж хватает. Бурлакит на что? И в 1910 году завод закрылся. А набережная жила своей жизнью. Ходили по ней качаемые ветром и хмелем грузчики, выбившиеся из сил. Ходили механики, плотовщики, качегары. Искали воденной, рейсовой и постоянной работы. Встречали пассажирские пароходы, предлагали свои услуги. За пятачок снести багаж до извозчика. Здесь же шныряли карманники и картежники. А бородячие фокусники собирали вокруг себя большие толпы зевак, глотая оршинные шпаги или засовывая себе в нос кривые иглы. Испровождая свои номера неизменными выкриками. ХАЛЛЕ! Тут же поблизости, под Струковским садом, стояла городская купальня. Пляжей тогда не было. И желающие искупаться, ходили в это более или менее оборудованное место. Возле купальни монотонно забывала шарманка. В клетке сидел желтобрюхий облезлый попугай. А немолодая женщина, увешанная разноцветными стекляшками бус, пела свою жалостную песню, сопровождая пение бубну. То и дело, здесь слышались привальные и отвальные пароходные гудки. Пароходы Мешкова, Баукина, обществ Кавказ и Меркурий, по Волге, Русь, самолет и другие имели свои собственные конторы, приказчиков, грузчиков и внутренние распорядки. Больше того, каждый пароходчик стремился окрасить свои пароходы в уникальный цвет, чтобы они отличались от пароходов других компаний. А вот за пибоваренным заводом фон Вакана находилась паромная переправа через Волгу. И на этом облагороженная часть набережной как бы заканчивалась. Дальше лежали кучи камня, теса и всевозможные отбросы. А вот под Оренбургским спуском и вовсе сваливали навоз из конюшен. Поэтому в осенние дождливые дни там была просто не пролазная грязь, а кирпичи и лес, которые сплавляли по Волге сверховьев реки, поднимали отсюда только по зимнему установившемуся санному пути. Волга волны свои молодца приняла, а по быстрой реке только шапка плыла. С вами был Михаил Перепелкин.